Его день начинается ранним утром. Школа, конный спорт, плавание, лепка глиной, тестом. Сразу и не скажешь, что Костя мальчик с ограниченными возможностями. Ничего не предвещало, абсолютно плод был нормальный, без каких-либо моментов. Единственное, что он было ножное приближение. Из-за отсутствия средств его маме не сделали кесарево сечение, и рожала она ребенка самостоятельно. Плод вышел ножками вперед. Это и стало причиной родовой травмы. Из роддома Костю выписали как абсолютно здорового мальчика. Да и на протяжении первого года жизни врачи не замечали никаких отклонений. Однако Светлана настораживала его плаксивость и чрезмерная активность. Поэтому они не вылезали из поликлиник. Все врачи в один голос. Ой, да сейчас все детки такие, гиперактивные. Ну, попозже заговорит. Что, мамаша, вы пытаетесь найти в своем ребенке? Посмотрите, какой симпатичненький мальчик, какие умные глазки. Если было что-то не так, было бы на лице написано. Шло время, и возраст приближался к трем годам. А Костя так и молчал. В то время, когда остальные дети уже пытались говорить порой даже целыми предложениями. Мальчика обследовали и поставили страшный диагноз – задержка развития. Только благодаря сильному характеру у Светланы им с сыном удалось пережить непростые времена. Из-за неспокойного поведения мальчик не задерживался в детских садах. Воспитатели просто не могли с ним справиться. Его долго не принимали в школе, но судьба была к ним благосклонна. Я пошла сюда, видно, в РАНО. И попросилась уже слезно. Сюда вот пришли в школу. Мы случайно с одной родительницей общались. Она говорит, вот у меня ребенок ходит в импульс. Там абсолютно бесплатно. И хорошие преподаватели. Попробуй туда. Светлана попробовала. И уже около пяти лет Костя живет полноценной жизнью. Легко не было. Понадобилось время, терпение и труд, чтобы Костя вошел в ритм и научился взаимодействовать с другими детьми. Сейчас у мальчика нет свободной минуты. Школьный курс он проходит путем домашнего обучения, а остальные часы уходят на всевозможные кружки и занятия. Не было такого, чтобы это было для каких-то достижений успеха. Да, вот чего там. Допустим, того, чего мы сейчас достигли. Это было исключительно для развития ребенка. Не более того, а то, что уже там что-то получилось, это уже благодаря исключительно нашим педагогам. Мы особо не строим звезд с неба не хватаем. Нам важно что? Что он в нашем коллективе, по-моему, хорошо себя чувствует. Вот уже много лет ходит. И, я думаю, с желанием ходит. Нравится ему. Ну и ребята его принимают вполне нормально. Костины работы выставляются на конкурсах. Он завоевывает призовые места. В конном спорте он тоже делает успехи. Неоднократно становился чемпионом. Все это способствует тому, что молодой человек является стипендиатом губернатора Московской области и главы Ленинского района. Однако мечта у Кости другая. Он хочет пойти по маминым стопам и быть стилистом. Ему очень нравится работать с образом человека. Хотел бы быть стилистом? Вместе. Вместе со мной? Пройдет еще немного лет, и Костя вступит во взрослую жизнь. А родители не молодеют. Поэтому его мама старается сделать все, чтобы в будущем сын смог вести полноценную жизнь. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева. Видно ТВ.